Здравствуйте дорогие друзья. Apple заканчивает полировку iOS 11.2, о чем говорит небольшое количество изменений в новой третьей бете для разработчиков. Вот о них, как вы уже наверно догадались и я и расскажу в этом видео. Так что устраивайтесь поудобнее. Купертиновцы поработали над пунктом управления. Теперь при первом включении Wi-Fi или Bluetooth будет появляться окошко, рассказывающее о том, почему при нажатии на иконке не происходит полного отключения беспроводных модулей и будет происходить их фоновая работа. Для тех кто не в курсе, поясняем. Модуль Wi-Fi полностью не отключается из пункта управления для фоновой работы функции AirDrop, персональной точки доступа и улучшения геолокации. Bluetooth для фоновой синхронизации с Apple Watch, Apple Pencil, точки доступа и handoff, это когда вы начинаете работать на одном устройстве и продолжаете на другом. Дабы было все предельно понятно, при отключении модулей Wi-Fi или Bluetooth иконки подсвечиваются белым цветом, значит они работают в фоне. Чтобы их полностью отключить, welcome to настройки. Теперь выход из экрана отключения устройства или из окна SOS осуществляется без красивой анимации. Добавили платежную систему Apple Pay в универсальное хранилище номеров кредитных карт и подарочных сертификатов Valet, а также ВКонтакты и iMessage. Ну и владельцам iPhone 10 добавили черточку на экране блокировки под статус баром, показывающую что можно открыть пункт управления. Изменения так изменения. Синтетические тесты порадовали. Что Geekbench 4, что в Antutu очков система набирает больше, чем предыдущая бета. Практически тестов по сравнению с предыдущей бетой нет, но в любом случае iOS 11.2 работает чуточку быстрее, чем последний финальный релиз iOS 11.1.1.1.0.0, в которой исправили ошибку автокоррекции, препятствующую набору символа i в англоязычной раскладке. Также в этой прошивке восстановлена работа функции Привет Siri, использующаяся для удаленного запуска голосового помощника. Проверить время автономно работы за сутки невозможно, так что в комментариях отпишитесь о своих ощущениях с указанием устройства на котором вы тестировали прошивку. А тут некоторые через 15 минут после релиза бета-версии спрашивают где обзор. Я штоплю Гарри Поттер и обзоры пилю взмахом палочки и не спрашивайте когда выйдет iOS 11.2 Final. Тим Кук даже этого не знает. На этом все. С вами был Вадим Ищенко на канале ProTech. До скорых встреч. Повторяем ютубовский ритуал с лайком, подпиской и колокольчиком и увидимся в следующем видео. Пока-пока.